Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я рада вас приветствовать! Тема сегодняшнего моего онлайн-расклада на три позиции будет называться сон. Для многих сны являются загадкой. И, конечно же, хочется узнать, к чему приснился сон. Любой сон – это ключ, который открывает дверь в подсознание. Расшифровывать сны – это целое искусство. Для того, чтобы сейчас вам выбрать первый, либо же второй, третий варианты, вам нужно сосредоточиться на своем сне. А я приступаю к раскладу. Здесь будет семь позиций и три варианта. Если кому-то понравится мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Первый вариант. Каким ближайшим событием относится сон? Исполнится ли он? Отчего предостерегает? К чему поощряет? Какую символику содержит? И что это даст в результате? Второй вариант. Каким ближайшим событием относится сон? Исполнится ли он? К чему поощряет? Отчего предостерегает? К чему поощряет? Какую символику содержит? И что это даст в результате? И последний вариант. К каким ближайшим событием относится сон? Исполнится ли он? Отчего предостерегает? К чему поощряет? Какую символику содержит? И что это даст в результате? Сосредоточьтесь на вашем сне. Выбирайте вариант. Никуда не спешите. Первый вариант и первая позиция. Какие события? Какие события? Здесь семерка. Жозов. Вы будете вступать в споры. Возможно, даже предстоят конфликтные ситуации. Вы будете отстаивать свои права, свои интересы. Вам нужно будет сосредоточиться для того, чтобы не быть слишком эмоциональным человеком. События конфликтные. Это будет какой-то конфликт. Это будет какой-то раздор. А также, возможно, ревность в отношении вас. Исполнится ли ваш сон? Вы знаете, он может исполниться, если вы этого захотите. Ваши мысли вас могут как возвышать, так и опускать на дно и блокировать. Вот насколько вы контролируете свои мысли, и какую вы программу задаете в мыслях, то и будет. От чего предостерегает этот сон? Возможно, пришло время вам с чем-то расстаться. Это уход. Предостережение, что уход неизбежен. Это, возможно, увольнение. Это, возможно, уход от человека, с которым вы уже изжили ваши отношения. Это также, возможно, уход от каких-то событий, которые вам уже стали в тягость и невыносимы. Что же поощряет этот сон? Ищите духовно, духовно развивайтесь. Находитесь в поиске смысла жизни. Также повышайте свой профессионализм. Внутри вас огромный потенциал. Умейте ладить с людьми. Выходите на другой уровень своего развития. В любом направлении. Это могут быть какие-то ваши желания измениться как-то. Внутренне, внешне, в профессиональном плане. Выходите на другой уровень. Также на другой уровень вашего духовного развития. Пришло время вам расти. Что же за символика этого сна? Это очень хорошая символика. Символика победы, символика счастья и радости. Однозначно, что-то новое и хорошее войдет в вашу жизнь. Что это даст вам в результате? Новые встречи, новые знакомства, новые перспективы. Возможно, будет приезд друзей. У вас будут передвижения. События связаны с романтическими взаимоотношениями. Если вы находитесь в паре, значит, у вас наступает новый период в ваших отношениях. Это будет какая-то счастливая поездка. Если вы одиноки, однозначно, у вас впереди будут романтические отношения, связанные с любовными приключениями. Возможно, эти отношения будут недолгими, но они будут яркими и запоминающимися. Это что касалось первого варианта. Второй вариант. Каким событием приснился этот сон? Каким ближайшим событием относится сон? Возможно, вам предстоит встреча с очень властной женщиной, для которой очень мало авторитетных людей. Эта женщина прислушивается только к собственному мнению и к себе. А также это говорит о том, что, возможно, вы должны будете руководствоваться не своими эмоциями, а разумом. Именно опираться на ваш жизненный опыт и на разум. Дальше. Исполнится ли ваш сон? Да, исполнится. Однозначно сон исполнится. От чего предостерегает этот сон? Предостережение идет, что у вас будет, возможно, какое-то состояние, близкое к отчаянию. Вы будете находиться в тревожном состоянии, в состоянии страха, опять-таки, в состоянии бессонницы. И что-то вас будет мучить. Какой-то вопрос, который, ну, никак не может разрешиться. Это могут быть мучительные переживания эмоциональные любого характера. Любого характера. Это и взаимоотношения вас могут мучить в семье или на работе. Какие-то вопросы финансового плана. Этот сон вас предостерегает и говорит о том, что впереди ждет какое-то испытание, которое вы должны пройти. К чему поощряет этот сон? Вы должны быть очень внимательны по отношению к финансам. Вы должны собраться, быть собранной, быть хозяйственной, быть рачительной. Вы должны собрать всю волю в кулак. Однозначно вы должны заняться собой. Это может быть посещение салонов красоты. Это вам необходимо сменить стрижку, прическу. Идет на это поощрение. Чтобы вы разумно относились к тем средствам финансовым, которые вы имеете, которые вы зарабатываете. Но, однако, идет поощрение на то, чтобы вы себя привели в порядок. Чтобы вы себя изменили внешне. Дальше. Какую символику содержит сон? Символика милосердия и помощи. Возможно, вы нуждаетесь в помощи. Возможно, вам нужно проявить какое-то милосердие по отношению к своим родным и близким. Это также говорит о том, что вы должны быть... Это символика доброжелательности. Это символика, когда человек делится с другими не последним, а именно, когда он может делиться излишками. Это, прежде всего, поддержка. Что это даст в результате? Ваше подсознание очень мощно влияет на вас. Есть какие-то запутанные ситуации в вашей жизни, которые никак не могут проясниться. Возможно, это любовный треугольник. Возможно, это какие-то сплетни возле вас. Возможно, возле вас очень много людей, которые абсолютно вам не нужны в вашей жизни. Это какие-то тайны, которые вы хотите раскрыть. А также какое-то беспокойство. Должно произойти прояснение каких-то ситуаций. Ещё раз повторяю. Во втором варианте ваше подсознание очень сильно на вас влияет. Вы всегда находитесь в состоянии беспокойства. Особенно, когда меняется фаза Луны. На полнолуние у вас могут быть бессонные ночи и тревожность. Обратите внимание всё-таки, что вам подсказывает ваша интуиция. Это по второму варианту. И последний вариант. Третий вариант. Каким ближайшим событием относятся сон? Погружение в эмоциональное состояние. Возможно, для мужчин это появление в вашей жизни молодой женщины, молодой девушки. Также какие-то будут новости. Какие ещё события? Возможно, есть какая-то идея в вашей жизни. Вот чего-то вы хотите. Какие-то могут быть мечты. Но они как-то недоработаны, не проработаны. Однозначно, это эмоциональный подъём. Это события, то, что многие будут преображать себя, заниматься собой. Это состояние какого-то такого романтического эмоционального фона. Это также обновление в чувствах. Это, возможно, влюблённость. Многие женщины себя почувствуют, вот, как будто они сбросили лет 20 с себя, если вы взрослая женщина. Это обновление. Исполнится ли ваш сон? Да, исполнится. Отчего он предостерегает? Не занимайтесь чревоугодием. Будьте аккуратны со спиртными напитками. Смотрите то, что вы кушаете. К чему поощряет? Конечно же, к благополучию, к яркости, к харизматичности. Вот всё, вот этот потенциал огромный, то, что у вас есть, проработайте, может быть, какие-то ситуации с вашими комплексами. Найдите в себе того замечательного, яркого, харизматичного человека и выпустите его наружу. Светите, будьте активны, будьте в себе уверены. Вот к чему поощряет вас этот сон. Какую символику несёт сон? Поставьте крест на том, что уже невозможно вернуть. Вот то, что умерло, ушло навсегда, оно больше никогда не вернётся. Есть сегодня, а есть вчера. И вчерашний день никогда не придёт в сегодняшний день. Пришло время расстаться с тем, что давным-давно уже отжило. И не нужно цепляться за прошлое. Нужно делать только выводы. Только выводы. И всё. Не оглядывайтесь назад. Вперёд. А впереди рассвет. А впереди новая жизнь. Что это даёт в результате? Перемены в семейной жизни. Это благополучие. Это счастье. Для одиноких женщин это замужество. Для тех, кто состоит в отношениях, это процветание в семье, укрепление финансовых вопросов. Это также, возможно, какие-то предложения. Это решение с недвижимостью какие-то проблемы. Возможно, покупка квартиры. Возможно, получение наследства. В любом случае, это только хороший результат. Это процветание во всех аспектах, что касается семьи, здоровья и взаимоотношений. Это только карта благополучия. Наступают самые замечательные времена. Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго. Спасибо.